Всех приветствую на своем канале. Это внезапное видео будет посвящено моим очередным новогодним подаркам и моим внезапно новогодним покупкам, можно сказать, новогодние покупки номер 2. Если вам интересно это видео, то оставайтесь со мной. Покупки будут как съедобные, так и не совсем. Вообще, вот у меня тут как обычно носится, я подсела внезапно за сыр. Не поверите, вот сегодня была в Дикси, и не только в Дикси, там у нас еще магазин такой есть, а по Насе на Ростовской, которая для меня была неожиданностью, когда туда зашла, зашла за кофе. Зашла и удивилась настолько, что забыла, зачем зашла. В общем, он теперь у нас стал на самообслуживании. Это было сыром. Вот это вот, это было таким сыром. Это назывался сыр у Малат, кавказские сыры, сыр чечил с соломкой. В общем, этот сыр мы сегодня с котом на двоих, ну, ему одна треть досталась. Кот любит сыр. У меня вообще все коты и кошки, кошка одна и коты, какие у меня даже не были, они практически все ели сыр. Этот очень любит сыр. Меня на последнее время очень тянет на сыр. Еще у меня тут пара ногтей стала обламываться, и сегодня у меня только этот питательный лак от Алены О. Привет тебе, если вдруг увидишь этот видос. Короче говоря, очень сильно меня тянет на сыр. Я покупаю сыр, он у меня уходит за неделю, хотя у меня тут было время, уже вот где-то там после смерти бабушки, я покупала сыр, у меня лежал этот сыр, я его не успевала открывать. В конце недели я понимала, что он у меня принял, коньки откинул, он у меня там заплеснелел или что-то в этом роде. Тут я купила сыр и буквально за час его уделала. В общем, это был сыр, который я сегодня купила. Еще я сегодня купила, кстати, по скидке в Дикси, и самое прикол, что я как-то заходила после репетиции какой-то на прошлой неделе нашей новогодней этой сценки. И, значит, смотрю сыр по скидке. Ну, нафиг этот сыр, не хочу. Сыр как сыр. Захожу сегодня, смотрю этот сыр снова по скидке и вообще последний. Я вон так на меня смотрю и говорю, Лёля, ну возьми меня, ты же меня хочешь. Я его купила. Еще я купила себе другой сыр. Вообще, мне очень нравится сыр Лэйм. Вот этот он, оказывается, белорусский сыр фасованный фермерский. Я вообще первый раз такой сыр вижу. Я решила его тоже купить, ну, сыр, но я пока его не открывала, как вы видите. В общем, это сыр. Может быть, я его сегодня попробую, а может быть, я уже не буду его сегодня пробовать и попробую уже завтра. Тут 240 грамм, не помню, он сто с чем-то, что ли, стоил. В общем, это сыр. Еще я себе купила в Афонике клюковку. Клюква на разрез, тушите, тут она вот это столько этой сахарной пудры. Я тут купила себе сахарную пудру, хотела что-то себе такое намутить и обсыпать ее сахарной пудрой. В результате то, что я намутила, кажется, тогда этот был зефирный кефир, который у меня совершенно не получился, и вышел, я не знаю, что они там кладут, как он у них может. Он действительно и должен был быть вот таким, как творожок такой, суфлейный. Даже не суфлейный, а такой вот, ну, пудинг какой-то такой, я жалею непонятный. Короче говоря, я его тогда сахарной пудрой так и не обсыхывала, зато вчера лопала эту сахарную пудру, отрезала кусочек и насыпала так сахарная пудра, которая была в моем детстве, которую мама делала, как такая сахарная пудра. Потом я помню ее покупала, как-то уже после мамы, сама, может лет 16-17-18-20, не знаю когда, и она была как вот, как мелкий сахар, а тут конкретная такая сахарная пудра. И вот здесь тоже сахарная пудра, это клюква с сахар, я как раз в Афонте покупала, запакована она 21 декабря и с сроком годности до 30-го. Не знаю, успею ли я ее сожрать до 30-го, в смысле, успеет ли она, доживет ли она до 30-го. Там же я купила мармеладик в дольках, соответственно, он уменьшился, этот пакетик, в 3 раза, вообще очень люблю мармелад в дольках, тут мини-дольки, 44-40, 240 грамм, 19-го запакула, он тоже до 30-го, но до 30-го он у меня сожрется. Хотя, забегая чуть-чуть вперед, мне сегодня заходила подружка одна и поздравила меня так с Новым годом, так это, мармеладиком, в крупных дольках, такого же цвета примерно, на то, что тут апельсин и лимон, в общем, вот у меня еще такая моя покупка новогодняя. В Афонте же я купила, так, что-то у меня упало, в Афонте я купила вот такой шоколад, не поверите, он сделан в Ярике, ну, в смысле, вообще в Ярославской области, производит его собрание, и, как я поняла, это та же фирма, что производит шоколад для Кантаты, который находится в Ауре. И, в общем, состав тут такой шикарный. Только тогда я помню эти 25 грамм, я покупала чуть ли не за 400 рублей, тут же 100 грамм, 150 рублей, я считаю, что это нормально. Вообще, у меня вчера была шабашка, к вечеру она оплатилась, можно сказать, окупилась моя кофемолочка, ну, я решила, что вообще себе она порадует как-то тут. В общем, молочный шоколад, там у нас продается вообще, Машки тогда отрекламила, потому что я еще сегодня заходила в библиотеку, отдавала книжки в дар, и, соответственно, ну, в своей личной библиотеке, там, какую-то часть книжек, которую, и, в общем, как мы решили с роднёй, что, да, вот, и они примут, и я им, и нам о них не надо, но какие-то кровеческие, еще что-то такое. Короче говоря, книжки в дар давала, еще с Машкой обменивались подарками, о чем тоже было в этом видео, и отрекламила этот шоколад, она составила, о, надо туда зайти, там, в общем, еще есть два черных, черных с какой-то требухой, и черных еще с какой-то требухой, и вот молочный, молочный, у меня последнее время тянет на молочный шоколад, молочный шоколад с кусочками малины, он даже оформлен так, вот, как я покупала тогда вконтакте, еще, думаю, надо же, где-то я его уже видела такое, в общем, состав, сахар, какао, а, сахар, масло, какао, молоко сухое, цельное, молоко твердое, какао тертое, прочитала, молоко твердое, бездет, извиняюсь, в общем, какая тертая, малина, сушеная кусочки, в скобочках шелла малина, в общем, сахар, малина, картофельный крахмал, малиновый сок, эмульгатор, лицетин, соевый, ароматизатор, аннилин, может содержать следы орехов и арахиса, будто арахисные орехи, шоколадная масса содержит общий сухой остаток какао не менее 33%, сухой обезжиренный остаток какао не менее 5,3%, сухой обезжиренный остаток молока не менее 20,6%, молочный жир не менее 4,5%, массовая доля насыщенных жирных кислот 20 грамм, нафига вот это я все читала, ну, короче, очень хороший состав, как вы понимаете, ну, я его еще не открывала, думаю, может, сегодня с чайком попробую, милки, бушерон, вот такой вот, с красным крестиком почему-то, так, контроль качества и тому подобное, какая-то, ну, так сделано, будто это наклеено, и будто бы тут от руки что-то написано, может, действительно от руки писать, не знаю, такс, в общем, еще что, а, это у меня подарок, это часть подарка, точнее, потом я купила, не поверяю, я сначала думала, что там мыло, но я вспомнила, что, в общем, в Дикси продавалось, я все ждала, когда на него была скидка, тут немножко она порванная была, эта упаковочка, и скидка была 2, ни одного, и не поверите, там было всего лишь 2, я еще так подумала, почему бы и нет, 224 рубля, кажется, вот эта штука, ну, получается по 112 рублей, штучка тут, в общем, у нас, вообще, я хотела сначала на подарок, а потом поняла, что она оборванная, ну, и как-то заново упаковывать уже, ну, не знаю, может, я как-нибудь отдельно упакую, может быть, ну, в смысле, во что-то упакую, так, не буду говорить кому, подарю, или, может быть, так как, возможно, на человеку смотреть это видео, я просто так раскидаю, может, там, в довесок кому к подарку, или просто так, на подарочки маленькие, в общем, часть оставлю себе, в общем, конечно, и часть это подарю, в общем, тут у нас гель для душа, в общем, сделан он у нас в сентябре 2015 года, и до сентября 2018 года, так что вполне нормально, тут у нас, сейчас, кстати, понюхаю, зелененький, чем-то таким приятно пахнет, но не пойму чем, ну, нарисованы розочки, гель Skin Juice, гель для душа, прекрасно очищает кожу, делаю ее гладкой, бархатистой, бархатистой и нежной, бла-бла-бла, 140 мл, потом, мои любимые лепесточки мыльные роз, ну, тут так уже понятно, и я, в принципе, у меня есть лепесточки роз, мне еще поменяшки, а девочки, кажется, из Нижнего Новгорода приходили, мы с ней делали обмен этими сувенирами, и частично чаем, еще так я покупала про запас, вот еще будут лепесточки, еще от кого-то, мне не помню, в дар от подписчицы, кажется, какой-то приходил, в общем, есть у меня этих лепесточков, дофига и больше, ну, я думаю, кому-нибудь подарю, так вот, чисто как, или к Новому году, может, в довесок в подарок кину, или там еще как за праздники будут, в общем, одна пойдет лично для меня, другая пойдет в запасики, в подарки, и вот такая соль, кельтарийическая соль для ванн, тут 100 грамм, в общем, растворить небольшое количество в теплой воде, я думаю, тут небольшое количество, прям все можно растворить, оказывается, создающее действие снимает усталость, вот, не знаю, я сейчас собираюсь принимать ванну, до сентября 2018 года она, или ее растворю, или, может, какую-то другую соль, так, и вот тут какая-то фигня, на которой это все лежало, такая вот, я-то думала, что под ней что-то такое есть, вот она, наверное, потому по скидке и продавалась, потому что эта фигня мятенькая немножко, в общем, фигня, на которой все держалось, и вот эта фигня, это вообще бесполезная фигня, ну, вообще бумажный мусор уношу в сад и сжигаем там у нас, пеплом, или чем-то там этим залой посыпают, как удобрение, да, там, разня, корзиночка очень даже хорошая такая, можно какую-нибудь вкусняшку положить, в общем, вот такая вот штука у меня по скидке, ну, цели тоже были по скидке, в принципе, ого, скидочные покупки у меня были, правда, не все по скидке, но все же, и основное, что, зачем я сегодня зашла в эту лафоньку, я купила кофе, кофе, вот этот очень хороший, мне бумажка рекламировала, это Таро, и у меня от этой фирмы раньше была еще бумага для принтера, тоже, кстати, хорошая бумага, если у вас есть принтер, или вы там это где-то что-то печатаете, то советую вам эту бумагу, в общем, сделан он 23.07.16 года, то бишь этого года, и до 23 января 2018 года, 250 грамм, 140 рублей, жареный натуральный арабика, в зернах кофе, как раз для моей кофемолочки, в общем, я просто увидела в Дикси, там какие-то такие заоблачные цены, на какую-то маленькую баночку, коробочку пакетичек, и думаю, надо зайти в Афонию, там всегда есть какой-нибудь выбор хорошего кофе, и вот, вспомнила, что мне Машка его рекламировала, решила купить, в общем, ну, это вторая вот эта вот корзиночка, чтобы вы поверили, что она действительно тоже вот с разорванной этой упаковкой, ну, и как я говорила, что частично она у меня пойдет на маленькие презентики, так, а теперь к подаркам, тут моя подружка мне подарила очень полезный подарок, как раз в день нашего вступления, одни, в общем, две пары колготок теплых, одни из 70 дэн колготки, носочки, еще была пастила клюквенная, но мы ее с моей однокласской на днях схомячили, как раз выходила в гости, надо было чуток чай взять, в общем, я думаю, что сами колготки можно не доставать, ну, просто вот колготки такие, одни у меня сейчас постирались, я буквально еще не постирала, но и сохнут они у меня на батарейке сзади меня, вот эти, они, те вообще были чисто вот такие невзрачные черные колготки с каким-то непонятным рисунком, я думала, они вообще никакие, ну, думаю, на мин... в общем, я мне ходила в минус 4 и в 0, и в плюс 1, и вот в минус 4 я вообще не замерзла, у меня есть какие-то просто такие леггинсы, вроде как, с какой-то там шерсти, не знаю какой, там 150% чего-то, еще какие-то, ну, короче, одевала обычно колготки теплые, и на них еще какие-то леггинсы, и мерзла в эти минус 4 градуса, тут минус 4 градуса эти обычные теплые колготки, в общем, шикарные колготки, и тут еще одни колготки, тут... там состав я без понятия, там, наверное, 6, потому что я одеваю, мне они колют, 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 колют. А тут у нас хлопок 80%, полиамид 15% и 5% бамбук. В общем, вот такие, тут вроде как начес, не начес, но они такие бархатистые изнутри. Еще тут носочки, причем, как раз она угадала, у меня напрягло к колготкам, я думала покупать теплые колготки и теплые носочки. И тут получилось, что у меня вот такие носочки, ну что, с кошечками, я их еще не одевала, они у меня тут в пакетике лежат. Тоже вот такие мягенькие, тепленькие. У меня похожие были, вот теперь у меня есть новые носочки. Ну, кто-то может сказать, что какой-то ширпотреб, то есть он очень полезный подарок. Мы с нашими считаем, что колготки и чай, это оптимальные подарки, которые всегда и всем подойдут. И вот как раз вот этот 70ден классик, контенесса какая-то, тоже черные, ну, под брюки, допустим, зимой, когда вот дубок такой, да. 70ден оптимальный вариант, у меня еще запечатанные. В общем, это у меня был подарочек на Новый год от Падрички. Она любит все французское и фрашей, преподает французский язык, ну, водит экскурсию с французским. Короче, я ей всегда стабильно даю что-то и фрашевское. Вот была у меня такая Илья, я просто что-то как-то, единственный человек, с которым я что-то, вот реально, честно скажу, забыла про подарок. И у меня как раз вот этот французский крем, который я думала кому-то из своих сестер и там подружек задарить на Новый год, ну, чисто такой символический подарок, да. Этот манго что-то там. И, значит, покупала я специально вот для подарка. И как раз Илья, которая у меня стояла, есть, не просила, мне она нафиг не нужна была, и вроде она уже снятость. Ну, и такие духи, именно вот как такой в возрасте женщина, да, потому что папочка меня конкретно так старше. Так, это мне подарила сегодня наш режиссер, второй Наташка, в библиотеку я зашла, она говорит, ой, блин, я не знала, что ты зайдешь, я бы тебе подарок, вот такой вот символический. Такие салфеточки, вообще салфетки у меня очень хорошо идут сейчас в ход, уже конкретно так на старе всегда стоят, я всегда покупаю там упаковку и вот так докладываю там лапки вытереть передние, личико там что-нибудь такое. Ну, салфетки, они вообще ходовые, салфетки бумажные, однослойные, 25 на 25, 40 листов, с детморозиком, такие новогодние салфеточки, как раз вот мне там кто-то писал, что у меня там настроение, я говорила, что у меня настроение нет, но у меня тут случилось 2 маленьких таких события, про одно пока не буду говорить, потому что я не знаю, как оно продолжится или нет, если оно устаканится, то я, возможно, потом расскажу видео, потому что оно частично личное. И второе событие тоже, ну, пусть оно будет все-таки в тайне, такой, в общем, очень хороший сюрприз, это все вместе мне подняло настроение, в общем, у меня появилось это новогоднее настроение, не сказать, что я жду этого нового года, но если воспринимать все положительно, то все пройдет на ура даже там, где оно не может быть, а если воспринимать все отрицательно, то можно пропустить что положительное. Итак, так, это у нас подарок от Машки, стабильно, ну, как стабильно, не всегда, конечно, но она, вот именно черный чай, в прошлом году тоже был черный чай, вообще я люблю черный чай средний листовой, но она стабильно мне дает крупный листовой, потому что ей попадается такой, и вот действительно вот крупный листовой, я говорю, что я люблю средний листовой, она дает крупный листовой, но я не обидел, это просто, во-первых, красивая коробочка с ёлочкой, но я, говорит, как купила, сразу поняла, что это для тебя, Merry Christmas, Hiltop, коллекция чая, по ходу дела у меня, наверное, слегка тремор, но это чисто так от возбуждения, блин, я говорю, даже не знаю, сколько я уже говорю, так, чай чёрный, байховый, цейлонский, высший сорт, королевское золото, весёлый карнавал, тут понятно, что он весёлый карнавал, ну и да, крупнолистовой, высший сорт, где он у нас сделанный, я пойму, где он сделанный, тут и не совсем по-русски, ну, короче, главное, что-то не Московская область, смотрю, Калужская область, Жуковский район, село Высокийничий, надеюсь, правильно принесла, 100 грамм, сроком до сентября следующего года, ну, я его выпью, у меня, не поверите, в моей коллекции чая, чёрного чая, вообще что-то в последнее время напряг, я там бью какую-то гиту, покупала вообще чисто на это, так, обычно я гиту покупаю, чтобы потом сваргать, никакого-нибудь что-нибудь там, перца какого-нибудь покидать, делать индийский чай там, с гвоздикой, когда болит голова, сделал, заварил, добавил сахар, выпил, счастье есть. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,